всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами идем в магазин коз очень мне хотелось посмотреть появились ли какие-то новые коллекции новые вещи на осень уже собственно говоря потому что последний раз когда я была все еще как это были остатки летней распродажи в общем пошла посмотреть что есть нового сразу хочу хочу вам показать вот сняла у них интересная такая sitting area то есть такой в центре магазина ковер диван два кресла столик на столике лежат каталоги магазина коз очень интересно это видимо для мужчин которые ожидают своих жен которые делают шоппинг и вот чтобы было не скучно такие вот удобные диванчики первым делом я отправилась в бижутерию ну как так территориально находилась она рядом с этими диванами я очень хотел на них посидеть кстати попробовать ну как-то решила ладно не буду бижутерия цепи вот вы видели я вам показывал там цепи снова как-то надоели немножко правда ну то есть у меня много цепей я их ношу продолжаю носить с удовольствием но мне кажется что просто вот такой вот цепь обычная уже как-то их начали делать когда они только вошли в моду а уже сейчас мне кажется что все магазины уже делают какие-то цепи не просто цепи с каким-то дизайном таким необычным а просто уже цепи везде везде их продают уже всех купили мне кажется что это уже как-то немножко не совсем актуально хотя просто вот магазин косом как бы отличается минимализмом в том числе и в украшениях поэтому вот цепи тоже у них очень простые никаких наворотов никаких добавок никаких жемчужин никаких камушков поэтому возможно это просто дань их дизайну вот у них интересные кольца кстати есть ну как интересные простая такая обычная печатка но опять же минимализм и это в стиле магазина кос я хочу сказать вот это вот интересное колечко она как бы двусторонние с одной стороны такой как будто бы черный перстень а с другой стороны просто металлический это интересная находка на самом деле я никогда не видела таких колец которые можно так переворачивать получается что с одной стороны один камень с другой стороны как бы вообще без камня но может быть это просто я не видела на самом деле они существуют но вот для меня это было новости необычно сделаны кольца из написано что это переработанный брас это латунь из переработанной латуни ну что там уже перерабатывали из чего я не знаю конечно но вот такой вот главное что это переработанная это очень экофрендли хорошо молодцы что из одежды посмотрела я на джинсы хочу сказать что я никогда не примеряла джинсы в магазине кос может быть стоит попробовать ну в этот раз примерки меня будут в следующем видео и в конце я дам небольшую такую затравку на примерке но джинсы я не взяла с собой может быть следующий раз надо попробовать дорогие они у них сколько 135 долларов по-моему они стоят ну как-то многовато для джинс потому что мне кажется что все-таки джинсы вот например заре за 50 джинсы и джинсы просто знаете джинсы нужно найти свои свою посадку то есть в разных магазинах разные посадки джинс и поэтому как бы даже дело не в цене и не в качестве а вот просто вот именно надо найти свой магазин в котором джинсы продаются которые на вас хорошо сидят заровские кстати мне нравится более или менее так что ну вот что у них появилось у них появились дутые пальто дутые пальто как в фильме зимняя вишня помните там главная героиня ее подруга говорит что нам на базу завезли пальто дутые и главная героиня спрашивает какого цвета та и отвечает какого цвета какого цвета дутые какая разница ну в том смысле что в советские времена был дефицит во всем и как бы не до выбора цвета было дутое пальто я помню на моей памяти это было страшно модно и поэтому в общем то хватали любого цвета неважно но я ударилась воспоминаний не рассказываю что я вижу что мы видим с вами на экране жилет шерстяной жилет жилеты вообще эта тема сейчас насколько я понимаю очень много их везде и вот как-то мне я не знаю ну в общем я не вас не небольшая поклонница жилетов но видимо надо начинать их любить потому что я смотрю что они очень-очень модели везде их продают и всех рекламируют и все стилисты показывают образы жилетами наверное надо начинать как-то привыкать к ним вот такое платье очень в стиле в стиле коз и такой знать платье парашют сзади на такой знаете на кокетке с большой такой сборкой очень широкая симпатичная темно-синий цвет красивый понравилось мне она а эта куртка такая знаете как большой такой боммер из восьмидесятых цена сколько 190 вот он такой пыльный розы цвет даже не бежевый а скорее пыльные розы и там был до этого такой более яркий очень похожий мне как бы не то чтобы они нравятся но они такие немножко вот напоминают мне спортивные костюмы восьмидесятых такие знаете ветровки были если вы помните но сейчас это опять же в моде 80 90 вернулись вот даже вот этот вот джемпер на замочке он такой какой-то вот я бы сказала старомодный на мой взгляд но наверное это возвращение восьмидесятых и девяностых с прошлого года продает косы не только кос вот эти вот манишки опять же все новое хорошо забытое старое когда-то я помню в моем детстве мама нам вязала сестрой такие это было вроде бы как шарф вместо шарфа горло с таким продолжением надевалась под пальто и чтобы было тепло состав этой манишки неплохой там много мохера практически все мохер в общем то поэтому она такая вот пушистенькая я не думаю что ее цель носить как как шарф под под пальто это просто опять же такой стилеобразующий элемент который создает какой-то такой интересный образ необычный да она такая необычная в ней что-то есть интересно но опять же надо как-то вот понять как это носить и приспособиться к этому хотя в общем то я понимаю что это тоже вроде что-то жилета флисовая кофта была такая зеленая толстая не то кофта не то шуба ну в общем кофта конечно но цены вам скажу в косе в общем то я все покупаю у них на распродаже никогда не покупаю все за полную цену так же как масимодуте потому что ну я считаю что это все не очень оправданно даже имея хорошее качество даже в общем то хороший состав который не всегда натуральный сто процентов но тем не менее цены как будто бы у них там все шелка до шерсти 125 долларов вот такой вот кардиган тоже довольно обычный тоже он не бежевый на самом деле он цвет цвета пыльные розы и еще вот такой вот же пальто как было черное только такого защитного цвета вполне себе симпатичный цвет и вот очень красивый синий прямо кобальтовый цвет тоже от этого вот манишки этой за цвет в общем-то его можно полюбить да это тоже жилет очень темно-синий в принципе в жизни цвет красивее чем на камере очень много мохера вообще очень много вещей с таким хорошим добавлением мохера прям знаете вот прям так видно что это мохер не где-то там какая-то ниточка прямо они такие толстые пухлые очень много такие много шерстяные но я имею ввиду вот шерсть как не как ткани как не как нитки а именно вот как на вид как будто бы вот сделаны из шерсти вот кстати розовая очень красиво ярко розовый цвет очень коротенькая тоже как бы жилеты вот видите много жилетов тоже много мохера в ней очень пушистая я как-то не знаю мне кажется это в общем-то сваливается скатывается эти вещи особенно вот такие вещи которые вы носите под пальто в принципе они как бы вот если на них очень много вот какого-то шерсти пуха ниток разных таких мохнатых они в общем-то имеют тенденцию сваляться особенно если вы носите их под что-то сверху что-то надеваете в общем по ходу движения это все как бы приобретает не самый не самый презентабельный вид платье вот это мне понравилось понравилось оно цветом в основном фасон очень обычный ну собственно как вкус минималистичный фасон но цвет такой ментоловый красивый цвет хотела взять его в примерочный но забыла девочки потом стала смотреть все вокруг другое разные в общем-то как-то забыла про это платье что хотела взять его примерить но ничего в следующий раз вот оно есть двух цветах вот это ментоловые черные черные мне как-то совсем не ах но ментоловый поинтереснее цвет вот этот костюм мне понравился он летний но вы знаете много вещей но как-то совсем еще не осенних я чуть не понимаю опять что происходит они как бы конец лета начало осени может быть поэтому вещи еще такие межсезонье знаете такое то есть свитера с одной стороны с другой стороны вот допустим этот костюм юбка и такой топ серо-белый такой градиент красиво выглядит они в общем-то совершенно летние вещи ну совершенно летний то есть видимо еще к остатке конца лета у них они еще продают распродажи вообще нет абсолютно ни одной вещи на распродаже все за цепь за полную цену распродажу слава богу все распродали потому что у нас очень долго распродавали вещи которые с прошлого сезона с позапрошлого еще с позапозапрошлого с тех пор как магазины были закрыты все это у них висело долго и тухло на складах потом они когда магазин открыли все это вывалили на на распродажу и в общем очень много долгое время вещи были которые уже пару сезонов назад они все распродавали кожаные изделия у них появились ну собственно не всегда были но вот это новая из новой коллекции сумки большая такая сумка шоппер маленькая сумочка кроссбоди и обувь очень минималистичная 250 долларов стоят вот такие лоферы и вот балетки стоят 190 ну не совсем это балетки но такие аля балетки типа все тоже очень очень минималистичного дизайна черная кожа там тоже было написано что вот сумка эта маленькая стоит 175 было написано что это кожа какая-то особо переработанная обработанная что в ней нет нету каких-то компонентов которые загрязняют окружающую среду в общем магазин косток впереди планеты всей очень передовой по поводу вот охраны окружающей среды чтоб правил в общем хорошо молодцы правильно пальто темно-синее вот это 290 она стоила на замочке тоже такой какой-то старомодный немножко фасон потому что на мой взгляд она такая узенькая маленькая коротенькая на замке как-то так похоже на те пальто которые уже пару лет все стилисты очень ругают и говорят что такие пальто носить не надо это уже не модно это уже не актуально пальто должно быть большое объемное есть два вида пальто вот такие большие объемную версазь и такие пальто приталенные но вот это не туда не сюда кстати хотела вам показать что в магазине кос идеальный порядок ничего не валяется все так развешено аккуратненько по повешал очкам просто в общем ну идеальный порядок но дело в том что в магазине кос очень мало людей сейчас потому что нету распродажи и полные цены они довольно высокие поэтому покупателей вообще практически нету и поэтому все очень аккуратно красиво висит продавцов больше чем покупатели они ходят за вами в надежде что вы что-то выберите себе купить как бы смотрит на вас большой надеждой но покупателей вот пока там бродила и примеряла я видела что за все время одна девушка что-то купила подошла в кассе что-то там оплачивала а так в основном в общем-то народ бродит народу мало и народ если да то ходит щупает примеряет вроде меня юбок мало вы знаете кстати вот в магазине кос почему-то мало юбок вот эта юбка плессированная я нашла и вот та такая с градиент с градиентом серо-белая из костюма почему-то они как-то не делают юбки в основном у них брюки и платье может просто не завезли не знаю кофточка вот это подходящий к этой юбке за 150 долларов вроде бы такая простая но в ней очень красивый рукав такая пышная сборка много ткани на мой взгляд это довольно красиво в общем-то простой фасон но добавляет интересного как бы интересные такие детали вот это платье вы узнаете очень похоже помните в прошлом и шоппинг-клуб вкус я мерила розовое платье такой парашют огромный она была просто огромная вот с этими завязками со сборкой на рукавах с бантами с бантом таким сзади на спине единственное что то было сделано из разных тканей там была плащевка был трикотаж а это по-моему сделано из одной из одной ткани и другого цвета то было розовое это такое темно-зеленое синие засняла немножко вот общую такую картинку магазина как вы видите все порядок красота чистота манекены стоят очень красиво одеты это платье мне тоже понравилось без подобным цветом таким темно-зелено зеленый цвет немножко морской волны 175 долларов она стоит очень интересный фасон как это вроде бы обычное платье но по бокам как-то вставки такие плиссированные интересные взяла его в примерочную кстати и вот вам затравка на следующее видео обязательно посмотрите не пропустите это мои примерки чтобы не пропустить обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте мне лайки а на сегодня все люблю целую в следующем видео будут примерки с вами была ваша дита из канады пока пока бай